Мы решили посетить еще один водный объект, как чувак на встречке. Молодец, конечно. Это Ирганайское водохранилище. И ехать нам не очень долго по навигатору от Суакского каньона полного пути. Час 20 примерно, но нам осталось 40 минут. Мне очень понравилась здесь дорога живописная. Ну вот, смотрите. Это прям нереально круто. По погоде нам очень везет. 23 градуса. Солнышко. Нет никаких туч. Ну, что еще желать? Ну, дорога к этому водохранилищу это просто отдельная достопримечательность. Давай быстренько перебежим с тобой вон туда, посмотрим, пока нет никого. Ну, я думал, тут будет покруче. Ну, вот с той стороны, когда мы ехали, поверху, ну, выглядело все прям вообще офигенно. Просто я думал, что мы сейчас вот вниз туда посмотрим, и тут будет крутая дорога. Не, ну, все равно очень симпатично. Не, ну, все равно очень симпатично. Вот тут вокруг горы. Тут потемней, тут посветлей. Да, забавно. Единственное, знаете, что мне не понравилось? То, что какой-то парень молодой, местный, выкинул бутылку на ходу просто из тачки. Ну, там она где-то осталась пластиковая. Это, конечно, мне не понравилось. Ну, ладно. Я и не судья. Просто не люблю, когда на природе гладят. Пока доедешь до этого водохранилища, ты, конечно, опять же в состоянии «хочу останавливаться каждые пять минут». Привет! Тут все очень трудолюбные, и когда видят, так сказать, иноземцев, стараются привлечь к себе внимание, поздороваться. Просто такая культура. Мне нравится это. Очень нравится. Я даже где-то, если, ну, останавливаюсь на машине, там, хочу попросить помощи, совета, как проехать. Люди выходят из машины, здороваются, начинают тебе все детально рассказывать. Это прямо очень круто. Как же здесь офигенно, а? Надо вот сюда пройти. За нами. Да сейчас пройдем. Ну, давай. Вот. Я про вот это говорю. Вот это некрасиво. Банки всякие, склянки. Это же природа. Мать наша. Из нее мы никуда. И никто. Да, надо было, наверное, поднять все это дело. Но у нас даже мусорного мешка нет. Это все будет громыхать по машине. Вот. Видите? Пластик, алюминий. Ну, ты что? Так далеко уперлась. Все, наверное? Нет? Так, я аккуратненько. Ну, да. Тут высота немаленькая. Вон даже какая-то горная река очень небольшая. Или что это? Плохо видно. Вот такие горы. Интересно, какая высота? Ну, пару километров, я думаю, не меньше. Высота гор. Красиво? Да. Ну, пойдем, ладно, к тачке. Вот нас привлек вот этот вид. Решили тормознуть и посмотреть. Давай по дороге. Давай. Увидел еще одну точку. И что-то не смог проехать мимо. Тут, видите, от покрышек следы остались. Мне прям любопытно стало, что же здесь за видок. Сейчас дойдем с вами, посмотрим. О! Ничего себе! Тоже так высоко. Вон река. Может быть, даже это Сулак. И дорога. Сашка сказал, если тут красиво, зови меня. Но не стала выходить. Ну, ладно, я, наверное, не буду ее звать. Потом на видео посмотрит. Просто вау. Как же нам повезло с тобой, а? По погоде просто супер. Кайф. Немножко я тогда ошибся с названием реки. Это Аварская Кой-Су. Ничего себе! Жестко! Вон ее немножко видно. Одна из самых красивых дорог, которую я видел. Мы здесь останавливаемся просто без конца. Вот, смотрите, масштаб. Горы с двух сторон. Узкая дорога. Вот там у нас река протекает. Вот серьезно. Это просто не я. Вот так я... Ну, ладно, не буду перебегать. Так, давайте с вами быстренько перебежим. Вот эта река. Но я не пойду сейчас туда, потому что потрачу много времени. Ну, вот что мне больше всего нравится, то, что вот там светит солнце. Вот тут у нас темень. Горы с двух сторон. Просто. Господи. Ребята, приезжайте сюда. Я вам отвечаю. Просто приезжайте. И смотрите. Так, сейчас опять будем дорогу перебегать. Я даже у Сахи попросил фото, чтобы она сделала. Потому что нереально. Знаешь, я такой свет. Да, давай я тебе тоже сделаю. Тут просто покажи на телефоне свет. Да вообще, очень круто. Все. Бежим делать фоточку. И поедем уже до водохранилища. Какой же здесь простор. Офигеть. Это нам сказали, что, ну, типа не стоит ехать сюда. Не, мне просто мужчина сказал после Сулакского каньона, стоит ли сюда ехать? Он такой, ну, нет, здесь, наверное, покруче. Можно не ехать. Но мне здесь нравится. Мне тоже прям усеет. Очень круто. Очень. Я знаешь, что хочу? Вот туда посмотреть. То есть, ну, обойти. Ну, как вам? Ну, скажите офигенно, а? Просто это надо видеть. Друзья, сотый раз повторяю. Так, берете задницу и дуйте сюда. Вот прям гарантирую, получите огромное удовольствие. Я просто на камень сбираюсь. С высоты немножко получше видно. Вот так вот. Ну, круто. Круто. Такие масштабы. Да, ты тоже будь аккуратный. Потому что я даже за себя не переживаю. Чего, ага. Вот опять у Сашки началось. Ну, это только первая точка, ребята. Привет. Ну, я вам так скажу. Водохранилище очень большое, поэтому рекомендовать какие-то конкретные точки не буду. Дорога идет вот вдоль всего этого водохранилища. Поэтому сами решайте, где вам остановиться. Ну, а мы тормознули возле заправки. Это тут БАМ-2. На, намойка, пожалуйста. И решил показать вам еще один видок. Здесь более такая темная сторона. Вот там внизу такие симпатичные домики. Даже немножко напоминают какую-то тайскую деревушку. И вот такое прекрасное место. Видите, тут горы повсюду. Если останавливаться у каждой точки, я боюсь, что видос будет, не знаю, часа на 2-3. Поэтому место понравилось, оно классное, приезжайте. Ну, а мы, наверное, уже поедем назад, потому что очень голодные. И хочется наполнить желудок. Уже немножко перенасыщение, да, начинается. Сегодня у нас просто безумное количество красивых мест было. Я бы чудо съел. Это было бы вкусно. Со сметанкой и с дюшесиком. Как тебе идея? Ну, до Хонзука долго, наверное, ехать. Вот оно. Вот мы. Ну, нет, сейчас уже не поедем. Во-первых, время пятый час. Хотелось бы поесть. Да мы уже все успеем. Надо смириться с тем, что это... В течение дня максимум две точки. Ну, потому что да. А ты меня снимаешь? Да. А, я думаю, что так странно камеру держишь. Все, в общем, поедем есть. Спасибо. 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 Мы голодные заехали в какой-то закуток. Тут прям движуха-движуха. Есть и автомойка. И продает горячий хлеб из тандыра. И тут кафешка есть. Вон, Рамазан кафе. В итоге мы взяли себе две порции куриного шашлыка и очень горячий хлеб из тандыра. Мне кажется, сейчас расплавят. Как смешно было, когда Андрей ему дают не прямо вот из печи, а просто хлеб. Он говорит, пожалуйста, погорячее. Прям горячее. Он искренне говорит, какая разница. А я ему сказал, ну, хочу. Он вот так не дал. Но лицо у нее недовольное, ходу по-другому. Не, ну, прикольно здесь, да. И горы все так же. И очень много народа. Очень. Мы постоянно приезжают и покупают хлеб, шашлыки. Сейчас мы поедим. Это будет прям классно. Они голодные. Просто капец. А он даже какие-то компоты продает, смотри. Интересно. А это что такое? Интересно? Инсульт. А, инсульт? А, нет, нам еще рано. Не даем. А что это? Я так и не понял. Вот это кедровый, сосновый, можжевельник. А, это для сосудов, я понял, да? Это что такое, теперь скажите мне? У кого хондроз, суставы, сирене, ухудшение. Давай разбираться. О, это плов? Да, я тебе плов взял. Сейчас. Аккуратно. Я попросил подогреть. Да, тут может немножко рис отлететь. Ну, выглядит вкусно. Да и пахнет очень вкусно. Ты спрашивал, вкусно или нет? Но они обычно говорят. Я у дагестанцев спрашивал, вкусно или нет. Ко мне еще взрослый мужчина подошел и спросил. Никто не обижает, говорит. Я говорю, а ты любого, говорит, накажешь. Правда? Да, правда. А про плов-то что сказали? Про плов ничего не сказали. Просто сказали, да, нормально. И это, как мужчина сказал, он работает на экскаваторе в Москве, поэтому сам через два дня в Москву поедет. В общем, даже не знаю, как показать порцию шашлыка. Два куриных и один к локому. Давай, наверное. Плюс еще взяли парочку дюшесов и хлеб из тандыра. Сейчас попробую. Блин, горячие очень сильные. Попробуй, да. Я даже схватить его не могу. А я не могу попробовать. Я тоже хочу попробовать. Мне просто давай отдельно без мяса я попробую со плов. Вкусный. Вот это мяско дай-ка я съем. Да, вкусный, правда. Хороший. Ну-ка, еще лучше хочу. Ребята, которые смотрят меня из Дагестана, вот правда, я вам хочу сказать, что у вас невероятно красивая природа. Это просто какое-то потрясающее место. Здесь останавливаться хочется на каждом шагу. Я знаю, что у вас замылился глаз, и вы привыкли всю эту красоту видеть. Но нам, городским жителям, это все, ну, очень интересно. А вообще, я тормознул для того, чтобы показать вам вот этот багровый закат. И мне очень понравилась вот эта дорога. Прям видно, как караван из машин потихоньку приближается. И потом вот так вот едет вот сюда наверх. Ну, а я вон запарковался. Сегодня я никому не мешаю. Ну, это еще не конец видео, но я правда хотел сказать, что места здесь просто невероятные. У меня даже нет слов. Сюда надо просто ехать и все смотреть, останавливаться. Блин, впечатлений просто масса. Так, а сейчас мы будем уже переходить дорогу. К сожалению, очень много машин едет. Сейчас будем как-то стараться перебегать. Все, сажусь уже, едем до Махачкалы. Ну, что, как? Прикольно. Вот она, Махачкала. Во всем великолепии. Вот когда светится фонарик, реально большой город. А днем едешь, кажется, что он маленький. И видно машину внизу, видишь? Да, да, да. Я просто останавливался чуть раньше и как раз показывал. Там дорога такая с вереницей машины. Очень красивая. Я надеюсь, видно что-нибудь. Потому что на улице уже практически теми. Но у меня слышно на телефоне, мне кажется. Да нет, да. Я думаю, что на камере чуть-чуть, но видно. Единственное, меняю обламываю то, что мерцают эти огни такие яркие. Очень холодно. Холодно. 21 градус, однако, уже. Сегодня погода вообще менялась. Мы там в горах ездили. То 23, то 29, 21, 18. Просто сколько раз это в течение дня было, я даже не помню. Ну, очень часто. Ладно, в общем, заезжаем в Махачкалу и едем в наш отель. Уже будем немножко отдыхать. Вечерняя Махачкала с точки зрения движения мне немножечко непривычно. Я постоянно слышу гудки, свистшин. В общем, надо привыкать. Очень часто ребята не пользуются поворотниками. Я ни в коем случае не критикую, но мне очень непривычно. Надо, наверное, пожить здесь какое-то время для того, чтобы влиться в этот поток, так скажем, и не испытывать дискомфорта. А самое главное, говорю, виск шин я постоянно со старта светофора слышу и все время начинаю оборачиваться, чтобы, ну, кажется, как будто кто-то тебя вот-вот влетит в бочину. Ну, что-то подустало? Ну, есть чуть-чуть, да. Ой, я тоже. Да, уже. Ты понимаешь, что после 30 дня хочется зубы эрегатором срочно почистить? Не, ну, понятно, курицу ели. Ой, дом, милый дом. Хоть и временный. А еще нам принесли тапочки. Да, выбрались, сейчас смотри. Да, и даже как будто бы похолоднее включили. Блин, да, но что-то либо нам кажется, но было 19. Мне кажется, он, может быть, это, я понял, он включен на медиум, а был на лоу. Давай на лоу включи. Ну, включи, да. А так, да, все убрали. Хорошо. Хорошо. Да, тут тоже все чистенько. Ладно, чаевых оставлю. Но я всегда это делаю. Да, да. Что, UFC? Ну, ты смешной только вот так. У меня UFC. Да ладно. Сейчас я у тебя. Тресь, тресь, тресь. Все, успокаиваемся. Успокаиваемся. И прикинь, сейчас тебе тресь и камеру. Объектив разбивается. И будет эффектная концовка у видео. Зато у тебя будет, знаешь, вообще неэффектная концовка. Это у меня неэффектная вечерка. Ха-ха-ха. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok